Жили-были на холодном Урале два Евгения. Один был обаятелен, хитер, скуп и любил деньги. Ну на то его и прозвали евреем. А второй был веселый, извительный и в очках, в которых, как он думал, казался умнее. И их объединяло то, что их обоих и бесило. В мире так много мошенников, которые обманывают простых честных людей. Их не интересовало, законно это был обман или нет. Ведь прежде всего они были людьми. Их интересовал самый главный закон. Человеческий. Ведь в России, где они живут, государственные законы далеки от идеала. И в них всегда найдутся дыры для любителей обогатиться. Обогатиться на других людях, которые не знают об этих дырах. Так вот, у этих двоих есть канал на ютубе, где они рассказывают своим благодарным зрителям, какие дыры и уловки используют мошенники, чтобы наживать свои богатства. На дворе было лето. И пошли эти два Евгения к одним очень подозрительным ребятам в офис спрашивать, правда ли те так нагло обманывают и как им с этим живется. Но получится ли у ребят добиться справедливости? Че, готов? Я? Ты. Всегда готов. Ведь зрители стали писать им, что их с работой кидают. Вроде предлагают вакансию хорошую, деньги обещают. И за устройство на работу деньги берут. Но почему-то никто ни работы, ни денег своих назад не получает. Это был один из первых походов ребят, которые они снимали еще летом, но не выложили на канал. Да и ребята очень-то сомневались, что живут вот такие вот люди на земле, которые прям в открытую разводят людей на деньги. Здравствуйте. 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 Мы по поводу работы. Пришли ребята в офис, а он какой-то необжитой оказался. Ни канцелярии, ни компьютеров. Только куча простеньких телефонов на столе, да тетрадки с ручками. Мы заполним анкетки для более подробного собеседования. И более подробного работы. У вас имеется опыт работы грузчиков? Да, есть. Нужен тоже опыт? Нет, нужен официальный опыт или нет? Нет, почему? Начали ребята собеседование проходить на вакансию грузчика. И начали им там все объяснять, что да как у них на работе будет. Да только подозрительного очень много было в тех рассказах. Вы будете работать в компании Промаштест. Давайте я вам сейчас более подробно. Промаштест. Более подробно вам объясню. Промаштест. Значит, будете работать грузчиками на складе продуктов питания. Ваши обязанности будут ходить по грузу-разгрузочной работе и перемещение коробок по складу. А на Шевской там где? На Шевской я по адресам не езжу, а менеджер. Да, если вам не нужно официальное трудоустройство, просто по договору подряд кто-то работает, тогда санитарная книжка вам вообще не нужна. У компании? Чем за ним? Компания московская, занимается разнообразными вещами, но в основном у них склады находятся. В пятницу позвоните. Завтра позвоните. Да, вот по этому номеру телефона. Заместителю начальника отдела кадров. И он вам уже скажет адрес, куда вам выходить. К вам уже никакого никаких вопросов, то есть все с ним связываться. Ребята в сомнениях были. Больно уж складно все им рассказывать заученными фразами менеджер по имени Роман. Мало того, так еще и этот Роман начал от основной сути договора отвлекать. Какими-то пунктами странными, просто ну очень нереальными. Если с вами договор 20 дней по работе. Мы компания Родина. Смотрите, компания промыш-тест, московская компания. Так. Отдела кадров у них здесь нет. У них только один человек в отделе кадров, с которым вы будете созваниваться, Евгений Алексеевич. Они заключили с нами договор, чтобы мы рассматривали кандидатов. Ну начали ребята договор подписывать. А там, как оказалось, ни одного слова не было связанного с тем, что и менеджер Роман до этого полчаса рассказывал. Просто я попросил вас вкратце сказать. Вы на какие-то пункты мне указали. На какие пункты? Я чуть не обратил внимание. 272829. Основные пункты для вас. А почему они основные, эти пункты? Потому что за них, если за невыполнение их, вы несете штраф. А за остальные, вот уже? Ну как бы вы, просто как я понял, мы внимание отвлекли на какие-то штрафы. Пункт 1.1. Информационное содействие в поиске работы. Так вы прочитаете договор сами? Так я его читал уже. Дальше. Потом все по этапу мы делаем. Роман просто встал и ушел в соседний кабинет, как только ребята начали свои вопросы задавать. Но через пару минут вернулся. Видать, сказали ему там в кабинете, как правильно на вопросы отвечать. Он аж набрался смелости. Вон аж по голосу было слышно. Ну что, будем устраиваться? Вы-то сами давно работаете. Я? Да. В протяжении года. Да. Вы то есть только и делаете, что просто вот эти договора заключаете и все, да? Да, и мы оказываем информационную услугу. А что, что тогда говорите, что на работу устроить, а здесь просто информационную услугу оказываете? Вы что, в игрушки всегда пришли поиграть, что ли? Нет. Целый год, говорите, наебываете людей, да? Никто вас не наебывал. Вы кого вы себя здесь строите? Я не могу понять. Ну в смысле кого мы тут себя строим? Мы вам просто спокойно с вами разговариваем, вопросы задаем. Почему такой тон опять начинается-то? И что дальше-то? Это документ снимает. Я вот этого не пойму. Да что-то непонятного. Не, он еще ушел даже. Он ушел. Почему он ушел? Странно. Понял, Роман, что разговаривать с ребятами на повышенном тоне не получится. И снова ушел к своему начальству в кабинет за советом. Долго он там советовался, минут 10. А потом выходит из того кабинета двое молодцев и как давай возмущаться. А что ж эти двое ребят-то их снимают? Мы себя снимаем, мы не вас снимаем. А вы что нас выгоняете-то, почему? Что устроили? Цирку или камеру? То есть цирк мы устроили. Мы просто задали вопросы. И мы с тобой нормально погрем. Да, да, давайте. Ну потому что его убегает, что его кто-то снимает. Ну вот, это ему не нравится. Мне это тоже не нравится, что кто-то в принципе в офисе у ребят кого-то снимает. Люди о вас говорят, что работа они не получают. Ну, видимо, как-то плохо говорят или что там. Ну, не просто так же будут люди говорить плохо. Я тоже с вами согласен. Ну, у кого-то, видимо, может условия не устраивает, либо что-то. Нет, говорят, в принципе, они ничего не получают абсолютно. В принципе, ничего не получают? Да. Потом они приходят к вам, а у вас по закону всё полностью честно. Да. Да, информацию получили и все просто. Ну, ты снимаешь. На этом все. Хорошо, но если хотите поговорить со мной, камеру просто выключите, уберите. Я же буду. Ну, если честно, мы снимаем, где хотим, когда хотим, что хотим. Ну все, тогда в принципе диалога никакого не будет. Ребят, подключите. Офис мой просто. Как вышли вы на отсюда? А, это ваш офис, да? Менеджеры в той конторе, как вы видите, отказались пояснять ситуацию. И просто пытались заболтать и увести в сторону разговор. Ведь когда человек осознает, что он не прав, он пытается увести разговор в сторону от больной темы, не хочет говорить об этом вслух. То есть это вот этим всем делом вы занимаетесь? Конечно. Вопрос у нас в чем? Вы блогеры там развиваются. Вопрос у нас вот вообще такой. Нормально вам вот так вот людей не ебывать? Мы никого не обманываем. Обманываете. Я считаю, вы обманываете. Ну не хотят они, чтобы их снимали, но на то они имеют право. Так что вы их, ребята, не увидите. Вешаете на уши лапшу. Какую? Насчет работы. Вы даете информацию. По закону у вас все просто отлично. Не докопаться. Но с человеческой точки, если посмотреть. А вам сказал, что вы сейчас позвоните, вас там это встретят. Это наебало называется, грубо говоря. Ты смотри, давай здесь в моем офисе. Ты плохо понимаешь, что ли? Все, что может быть. Тебе что-то не нравится, мне тоже много не нравится. Ты как минимум начинаешь с матом учиться. Не, Вань, тоже что, церковь? Он до сих пор снимает, то есть мой разговор. Это я понимаю, все. А не эти, как понял, как Игореш, мой друг, на вискутробу наехал. Вот сейчас такая же история здесь будет. Как вы там что-то думаете, что кто-то здесь обманывает, никого не обманываете? Почему ты не объясняешь? Ребят, вы кто вообще? Вы пришли сюда, как бы, ну, сейчас какие-то права качаете. Мы не права качаем. Мы пришли... Вы правоохранения? Мы, нет, мы пришли на работу устраиваться. Все, вы еще не устраиваете. Хотите деньги, вы хотите устраиваете? Устраиваться будете? Но вы не устраиваете на работу. Вот еще интересный вопрос. Смотри, давайте вот лично с вами, Евгений. Почему я тоже по 10 тысяч рублей, если я ни дня не работал еще даже? Потому что это наши такие условия. Если тебя не устраивает, ты можешь, в принципе, искать другое место работы. Ты считаешь, что этап, мам? Мы с человеческой морали спрашиваем вас. Нормально вам вот так зарабатывать? Я не знаю, чтобы с тобой человеческая мораль разговаривать. И тебя тоже, да? Ребят, покиньте офис, помешайте работать. Да у вас как бы день рабочий уже закончился. Да это не ваше дело. Мы не хотим с вами разговаривать. Мы не имеем желания с вами разговаривать. А мы хотели бы общаться с вами? Мы не будем с вами разговаривать. К сожалению, вы не хотите с вами общаться. У вас кто-то предупреждал о нас? Нет? У вас сеть по городу или разная? Я просто смотрю по ИП, они все разные. Я знаю, что люди неподдобные. Конкуренты. Вот как ты говоришь, там матом слово сказал, я это на камеру не матерюсь. Если их что-то не устраивает уже, в принципе, с работодателем. То ведь это не наша проблема. Это считается по-большому. Для меня это обман людей. Я считаю, что это обман. Зачем тебе это надо? Тебе это надо? Что? Ну вот это все. Что вот это все? Ну, пытаешься какие-то вопросы задавать, вопросы морали какие-то задавать. Тебе зачем это? Да, мне интересно. Мне саму лично это интересно. Сходи в детский дом, не знаю, поработай там, да? Собачек вон бездомных ходи в это, в приюты поотдавать. То есть, как бы, у тебя не стоит ничего спрашивать? Нет, мне не стоит. Я не буду тебе отвечать. Я и не спрашиваю. Когда ты заключаешь договор с этой информационной конторой и отдаешь деньги, они тебе дают квитанцию, где написан номер работодателя. Такая квитанция лежала у них на столе. И стоило просто позвонить на номер, указанный якобы в качестве работодателя. Кадры, я забиваю, нет? Смотри, позвонил на номер, который указан. Что там? Вот здесь телефон звонит. А не того где-то там мужика, который где-то на Уралмаше должен ответить. Да это все ясно. Продолжайте. Я тебе пытаюсь рассказать. Интересно, мне кажется. Смотри, в гугле забивали хоть раз, нет кадрового агентства. Даже не попытайтесь. Ну не надо, за горячем камер. Там узор, наверное, хороший. Так, это вы не можете отменять. Я ровно посерединке просто. Но договор-то у вас информационная услуга просто. У вас чем-то хуже? У нас? У нас более честная работа. Мы людей в несколько лет не заставляем подписывать договор. Ну еще бы. Все люди договор-то где-то подписывают. Да, потому что сначала... Они читают его. Так. Просим, пожалуйста, ребята, читайте. Они читают, вон там. Соглашаются. Соглашают, подписывают. Подписывают, да. Хотя микрофонты. По-человечески вот сели, да. Так вот я спрашиваю. С этой вот залупой, да. Мы пообщались, да. А так мне неинтересно. Вы же, у вас же, блядь, очко жмёт, наверное, да. Мы поставили его. Давай пообщаемся. А я всему миру расскажу, какой я охеренный. Правильно? Так ты поговори со мной. Я тебе ничего не буду делать. Правильно? Никого физического этого не будет. Ребята сразу дали понять, что здесь и как. Да. Не, ну вы поняли. Базар о ноль. Ну как бы. Мы рады заваться. Разговор-то с вами продолжим. О чем? Обо всем. О нормах, о морали. Как мы, что мы тут делаем? Как вам не стыдно так делать? Я рыжий, я вообще без души, мне ничего не стыдно. А я в мысли. Я пришёл свои вопросы задать. А что за работа? А что предлагаете? А что берёте? Всё, вот, 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 вот. Подожди, нет. Ты потом начал. Как тебе не стыдно, Тоси Боси? Давай, ты мне позадаёшь, я тебе отвечаю. Только без камеры. По-честному. Не, без камеры не вариант. Не интересно, да? Не, вообще не. Я сюда пришёл, чтобы снимать. Тогда можно я тебе вопрос задам? Я сюда пришёл, не лично спрашивать. Одно дело домой, другое дело, куда любой может попасть. Это две разные вещи. Хорошо, я приду к тебе на работу. Договорились с камерой? И вы все вопросы задавали. А как тебе не стыдно так жить? А как, куда там можно? Запросто. Добро? Запросто. Куда тебе можно? Приходи. Ну, вот вы чего занимаетесь? На не видишь, видео барыжи. Да? На видео барыжи. Вот тебе вы не стыдно? Ты самоупреждаешься за это или что? Я другим людям просто рассказываю, что есть такое. Нет, я другим людям рассказываю. И зарабатываю, и другим людям рассказываю. Просто устав от болтовни, наши ребята ушли из этого офиса. Но ушли, чтобы туда вернуться. Пошли, короче, мы всё узнали. Всё очень ясно. Наебалово. Мы считаем так. Мы считаем так. Вернуться, чтобы расставить всё по своим местам и выбить из этих барыг признание или деньги. А может даже и то, и другое. Ты чё за хуйня происходит? Ты чё, блядь, такой смелый, что ли, или чё? Ну, чё, снимаешь и снимаешь. Ну чё, я да и снимаю. Я правильно делаю. Да, смелый. Хочу, хочу каждый день хожу. Он меня оскорбляет. Хочу каждый день хожу. Как раз и можно. А можно кидать так, да? Нет, ты подожди. Людей так можно кидать? Ты меня ловил именно накидал, Верни. Меня ловил лично. Верни, пожалуйста, деньги. Ты палка меня, не тыкай на хуй. Это не палка на хуй. Ты палка меня на хуй не тыкай. Это не палка на хуй. Так что, ребята, через несколько дней на нашем канале выйдет видео, как мы туда ходили второй раз. Так что подписывайтесь на канал, поддерживайте нас лайками и репостами в соцсетях. Да не то мне за вас будет стыдно, как за еврея, который сейчас очень странно лежит надо мной. Подписывайтесь на наши инстаграмы и всем пока. Чё, я фоткаешь меня, что ли? Дай камеру. Ты меня фоткаешь, что ли? Давай, снимай. Вот лежу я, ребята, такой и рассказываю, а тут еврей сверху лежит и палец. У меня член-то так замерз, я же в железе.